Хорошо. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Так, я не понял, где у меня изображение. Час есть, все хорошо. Значит, я хочу сегодня сказать пару слов о самом начале главы ЦАВ. Значит, ЦАВ – это однокоренное со словом «митсва», там «митсвод», значит, приказ. И приказ на исполнение. И говорил о Шем-Маше, сказав, прикажи Аарону и сыновьям его, сказав, это Тора и так далее по тексту. Текст перед вами пока читать не буду. Ну, первый комментарий, который к этому возникает, о том, что все виды жертв, они делятся как бы на две части. Есть жертвы допровольные и жертвы обязательные. И вот в предыдущей главе, в предыдущем разделе недельного Баикра речь шла о жертвах добровольных. Помните, как начинался раздел? И если кто-то из вас захочет принести жертву, да, захочет. А вот здесь речь идет о приказе. Вот велено делать так-то и так-то. Велено приносить такие-то жертвы и таким-то образом. Ну, и на эту тему есть существенные соображения. Значит, они все относятся к такой идее, что есть храм Маше и храм Аарона. Что есть два подхода к строительству Бейта Мигдаш. Подход Маше и подход Аарона. И подход Маше – это подход для идеального человека, который что бы ни делал, он делает это добровольно, делает, потому что это служение доставляет ему радость и так далее. Подход Аарона – это подход для обычного человека, не идеального, который, так сказать, имеет свои положительные и отрицательные стороны. И который просто вот так по своему собственному желанию не будет делать многое из того, что делать надо. И ему надо, в общем, приказать, объяснить. Это момент номер один. Момент номер два. Если мы прочтем вот эти первые шесть пасуков, то мы увидим такую не очень обычную вещь. И оденет Коэн одежду свою льна. Значит, мы помним, что у обычного Коэна было четыре предмета одежды. Значит, это ктонет, такое типа рубахи без рукавов, балахона такого с прорезями для рук и головы. Мехносаем – это штаны. Авнет – это пояс. И кова – это шапочка. Вот Коэн работал босиком. Значит, вот четыре предмета одежды у обычного Коэна, восемь предметов у главного Коэна. Там, значит, все дублируется еще какими-то вещами. Так вот, и оденет Коэн одежду свою льна. То есть, ну, это ктонутым их носаем льна. Значит, ну, понятно, что без шапки он к жертвеннику не подойдет, и поясом подпоясаться тоже надо. И дальше, очень интересно, и снимет одежды свои, и оденет одежды другие. И это сразу вызывает интерес. Вообще говоря, в Торе мы еще один раз встречаем указания про обязательное переодевание. Это когда описывается служба главного Коэна в Йом-Кипур. Так вот, во время службы в Йом-Кипур главный Коэн, он несколько раз переодевался и окунался в микву в процессе самой службы. То есть, он там был в белых одеждах, в золотых одеждах, в разноцветных одеждах. Вот у него, помимо всего прочего, помимо всех прочих действий, которые он должен был совершить, вот здесь есть такой элемент переодевания для обычного Коэна. Что для начала вызывает у нас удивление. Потому что перед этим, в книге Шмот, когда шло описание одежд главного Коэна и рядовых Коэнов, то там, в общем, выдавалось определенный категорический императив. Вот тебе четыре предмета одежды, и будь добр подходить к жертвеннику работать в храме в этих предметах одежды. Или там восемь у главного, или четыре у рядового. А здесь обычный рядовой Коэн переодевается. Причем, если переодевание главного Коэна бывает раз в году, так сказать, в Йом-Кипур, все остальные времена он носит свою одежду главного Коэна и никак и иначе, то вот это вот переодевание рядового Коэна происходит ежедневно, каждое утро. Вот он должен одеть Коэнскую одежду, потом сменить ее на какую-то другую, и потом, вероятно, он должен снова одеть Коэнские одежды, вернувшись обратно в мешка. Это первый момент, который у нас вызывает удивление. Второй момент, который вызывает удивление, состоит в следующем. До сих пор мы знали про службу в храме следующие вещи. Главная работа Коэна, будь то главный Коэн или любой Коэн, работающий в храме, это принесение жертв. Значит, жертвы бывают разные, бывают жертвы животные, тогда их надо резать, каким-то образом делить, сжигать и так далее. Бывают жертвы из растительных продуктов, из муки, пшеничной, ячменной, из благовонной смолы и так далее, и так далее. Тоже что-то сжигается на жертвеннике, что-то съедается. Бывают особенные жертвы, лехем по ним, тоже мучная жертва, но уже когда из муки изготовлен хлеб и раскладывается на столе в бейтамикдаше. Ну, бывают разные жидкости, там на жертвенника возливают вино, раз в году воду и так далее. Главное, что мы знаем, что все это делает Коэн. Хорошо? Дальше бывают в храме масса всяких вспомогательных работ. Значит, ну, чтобы горел огонь, по тем временам, значит, нужно доставить необходимое количество дров к бейтамикдашу, дрова наколоть, приготовить и, так сказать, подносить к жертвам. Нужно доставить необходимое количество воды в умывальник там и для других всяких случаев. И вот эту работу, работу вспомогательную, выполняли левиты, которые вот занимались в храме всеми этими делами. Чтобы были дрова, чтобы была вода, подводить овечек, резать уже будет Коэн. Но всю подготовительную работу выполняют левиты. Здесь мы видим явно работу, ну, это работа уборщика. Это, как тут в Израиле принято говорить, это не Коэн такой. Значит, надо поднять пепел с жертвенника, то есть там в течение суток идет сжигание жертв. И вот одну кладут жертву, другую жертву, третью и так далее, и так далее. А потом вот утром надо сделать не Коэн. Надо собрать пепел оставшейся от жертвы, положить его рядом с жертвенником, переодеться, снова взять пепел и вынести его вне лагеря на место чистое. И там его захоронить. Значит, и вот эту вот самую некоенную работу, которую в Израиле, вообще говоря, делают или самые, что есть Олим Хадашим, или какие-то гастроарбайтеры, уборка домов там и улицы прочее. И вот эту вот явно непочетную, некоенную работу должен выполнить Коэн. Понимаете? Дров наколоть, воды поднести – это леви. А вот сделать некоен, собрать пепел и унести его должен обязательно Коэн. И это тоже вызывает удивление. Но если нас что-то в Торе удивляет, значит, надо на это смотреть внимательно. И это повод для того, чтобы чему-то научиться. И первое, что, первый вывод, который я хочу сделать, вывод вот какой. Дело в том, что, как я уже сказал, работа на жертвеннике идет в непрерывном режиме. Значит, вот огонь постоянный будет гореть на жертвеннике, не погаснет. И если там, значит, в книге «Шмот» было написано, что постоянная жертва, которую надо приносить от лица всего народа – это барашек утром и барашек после полудня. Да, вот двух барашек надо зарезать и сжечь на жертву. Как бы и немного, да, учитывая, что наш народ тогда составлял где-то побольше трех миллионов человек. Ну, такие вот вполне умеренные общенациональные жертвы. Но, как мы читали в прошлом разделе, есть еще личные жертвы, добровольные жертвы. И вот этих жертв было много. То есть, их было настолько много, что вот сжигание чего-то на жертвеннике или целиком, как Ола, или просто какие-то небольшие части жертв, как жертва Тодаш, Ламим, Ашам и так далее, они шли непрерывным потоком. И огонь постоянный будет гореть на жертвеннике, не погаснет, вовсе не потому, что у нас проблема со спичками и зажигалками. Так сказать, это не идея сохранения огня. Это идея непрерывного функционирования жертвенника. И самое страшное, что может произойти в этой ситуации, когда вот эта особенная выделенная работа, работа, приближающая нас к Всевышнему, и личное приближение в результате личных жертв, и общественное приближение, национальное приближение, если эта работа вдруг превратится в повседневную рутину. Когда она идет непрерывным потоком, когда вот не успела догореть одна жертва, а мы уже кладем следующую, кладем следующую, подкидываем дрова, кладем следующую. То есть вот это вот действие, которое прежде всего должно отличаться своей кованой, своей направленностью, своим пониманием у человека, мы об этом много говорили неделю назад, и вдруг это действие превратится в работу кочегара, который просто подкидывает в топку, подкидывает и подкидывает, подкидывает и подкидывает, особо не задумываясь над тем, что он делает. И вот для того, чтобы это не произошло, в жертвоприношениях нужно сделать остановку. Нужно, и делается это утром, там есть еще различные соображения на тему о том, что обычно в еврейском счете дней, у нас день начинается с вечера, и день прикреплен к ночи. Вот с вечера, потом ночь, потом день. Исчисление времени в храме идет по-другому, там ночь прикрепляется к дню. Вот утром начинается жертвоприношение, проходит день, проходит ночь, и жертва находится на костре всю ночь до утра, и огонь на жертвенника будет гореть в нем. И вот утром, разделив день предыдущий, от дня последующего делается остановка в жертвоприношении. И чтобы показать важность этого события, и его очень большую значимость, это будет делать только Коэн. Это не абы какой там ни Коэн, надо почистить жертвенник от пепла. А что тут проблемно? А это остановка между священной работой одних суток и священной работой других суток. И Коэн демонстрирует эту остановку. Стоп! Сейчас уборка жертвенника, поднятие пепла, потом мы снова начнем приносить жертвы, но уже следующего дня. И начнем, понятно, с жертвы Томит, с постоянной жертвы, с которой мы начнем дневные жертвы. Это объяснение того, чем занимается Коэн, и в чем тут суть. Теперь несколько дополнительных моментов. Ну, момент насчет переодевания. Простой ответ. Зачем Коэн снимает свою одежду льна, льняное одеяние Коэна, это, так сказать, та одежда, в которой он служит в храме? Почему он снимает ее и одевает что-то такое простое повседневное? Значит, ну, простой ответ, который просто вот напрашивается на языке, так это чтобы не испачкать. Ответ абсолютно неудовлетворительный. Дело в том, что если мы посмотрим на повседневную работу Коэна, которую он в своих льняных одеждах выполняет, смотрите, резать овечек и разрывать птиц, принесенных в жертву. Так сказать, овечку режут ножом, а птицы отрывают голову руками. Кровь, понятное дело, брызжет во все стороны. Потом надо кровь собрать в специальный сосуд и остатки крови там выплеснуть на жертвенник, на его углах, там, ну, у разных жертв по-разному, не важно. То, что пятна крови окажутся на белом одеянии Коэна, это совершенно очевидно. Теперь он будет поднимать пепел. Представьте себе, ну, кому из вас приходилось чистить печку в деревне и вытаскивать оттуда золу и пепел, меня поймут, что это не самая чистая работа, и пепел летит вокруг, и, опять же, белые коинские одежды будут в разводах от крови и от пепла. Но вот дальше надо ему переодеться и продолжить грязную работу, вынести пепел в чистое место вне лагеря. Кстати, в порядке лирического отступления, когда храм стоял в Иерусалиме, первый храм, второй храм, то пепел выносили за городские стены и хоронили. И сегодняшняя археология нашла это место, в точности известно, где хоронили вот этот пепел с жертвенника. Это нынешний район Иерусалима, Сангедрия, недалеко от кладбища, где хоронили мудрецов Сангедрина. И там археологи нашли специальную могилу, где хоронили вот этот пепел. Тоже работа не очень чистая. Пепел нести, куда-то высыпать, все это понятно, можно испачкаться, но вот здесь Коэн переодевается. Объясняет Раши, не наливает слуга господину вино в той же одежде, в которую он готовил на кухне ему еду. Когда слуга на кухне готовит еду, он в каком-то там поварском колпаке. Когда он подает своему господину, он переодевается в более парадную одежду и подает еду, наливает вино. Так спросим себя, а что, наливая хозяину еду или подавая ему, наливая вино или подавая еду, слуга не может испачкаться? Ответ – да, может. Но если слуга испачкает свою одежду во время работы с хозяином, это одно. А если слуга испачкает свою парадную одежду в отсутствии босса, вот, так сказать, если он в своей парадной одежде будет готовить на кухне, это совсем другое. Поэтому, когда Коэн поднимает пепел с жертвенника, он в своей служебной парадной льняной одежде. Когда он отходит от жертвенника и уносит пепел куда-то, вот как я уже сказал, в район Сангедрии, то он уже это может делать в другой одежде и свою служебную льняную одежду не пачкать. Вот объяснение. Значит, ну, дальше есть очень красивое у мудрецов соображение насчет того, что постоянный огонь на жертвеннике это символ того, как сердце еврея, вообще есть такое, как бы, красивая метафора, что жертвенник для еврейского народа это все равно, что сердце для человека. Это вот некая, такая центральный орган. Человек может существовать без руки, без ноги, без глаза, хасвахалила, но без сердца существовать не может. Поэтому, раз у нас сейчас нет жертвенника, согласно мнению этих мудрецов, мы, народ Израиля, не имеет сердца. Значит, национального, естественно. Каждый из нас имеет все, что положено. Так вот, огонь постоянный будет гореть на жертвеннике, не погаснет. Это некий огонь любви к Всевышнему, который у каждого человека внутри и который, как бы далеко человек не отошел от правильного исполнения заповедей Торы, но этот огонь есть та опора, держась за которую, можно совершить шву и вернуться на пути Торы. И закончить я хочу очень красивым объяснением. Был такой знаменитый хасидский раввин Раф Симхабуним из Пшисхи. И он обратил внимание вот на второй пасуг. «Прикажи Аарону и сыновьям его, сказав, это Тора!» Пауза. Ола, она, когда поднимается на жертвенники и так дальше. И если вы посмотрите дальше по разделу ЦАФ, вы увидите следующее там указание. Седьмой пасуг, у меня его нет на экране, я прочту. «И это Тора, Менхи, которую приблизят сыновья Аарона перед Ашелом». И дальше. «И это Тора, жертва Ашана». И Раф Симхабуним так говорит, что вот эти повторения, когда Тора нам говорит, «Вот это Тора!» И дальше идет описание жертвоприношений, жертвоприношений, они как раз и наводят на мысль, что изучение жертвоприношений, даже когда мы не можем их совершить, вот у нас нет храма, к сожалению, дай Бог, чтобы был построен поскорее, нет жертвенника, мы не можем совершить жертвоприношения реально, но их изучение, их описание это Тора. И чтение описания жертвоприношения регулярное вот в утренней молитве в Шахарит и в Минху в утренней дневной молитве это не просто повторение законов Торы, а это то, что мы можем сделать сегодня в отсутствии жертвенника для приближения нас ко Всевышнему и для приближения того времени, когда будет построен храм. Ну, вот примерно все, что я хотел сказать. Спасибо за внимание. Окей, спасибо. Господа, дамы, вопросы? Я не знаю, что я всех. Да, мы перейдем к Эмилю, если нет вопросов. Я не знаю, как у Эмиля у меня в том, что я подготовил, там есть несколько вещей, которые пересекаются с тем, что сказал доктор Ленец, но тогда я к этому как бы с этим соотнесюсь. Я тебе могу оставить текст на экране. Окей, Бесандр, няня, лучше не надо, сейчас Эмиль будет выступать. Окей. Бесандр, Гамур, тогда, если вопросов нет, тогда мы плавно переходим к Эмилю. Эмиль, вы наслышите? Да, сейчас я появлюсь. Окей. Да, вот она написала тогда Раба. Окей. А вот Эмиль, Эмиль, привет. Могу начать? Значит, я попробую тут что-то такое сказать, может быть, не совсем привычное, и может быть, это будет не совсем гладко изложено, поскольку вопрос сложный, времени у меня на подготовку фактически не было, я вообще радик. Это я виновал. Да, и в Песах, и так далее, и так далее. Значит, я назвал свою тему «Читом и жертвы?» Собственно говоря, значит, известно, что у Всевышнего как бы все есть, и ничего не нужно, никого недостатка нет. Вот, и спрашивается, что это за Рех Нихоах, и что ему нравится запах жареного мяса, что ли, ему нравится «Алаэш», это то, что нам нравится, это ему тоже нравится, что ли. Вот. Даже не жареного, а горелого, я бы сказал. Горелого, да, паленая плоть, фактически, да, вот что тут приятного, собственно говоря, да, то есть, что здесь происходит, собственно, у меня задача попытаться показать, как бы, вот, прагматик этих жертвоприношений, то есть, как это работает, и что за этим всем стоит, да, это такой, как бы, философские какие-то моменты жертвоприношения. Вот. Ну, это как бы намек на то, что это не совсем то, то есть, Рех Нихоах, это некое приятное благоухание, оно, конечно, не, скорее всего, не связано с мясом, а с чем-то другим. Что-то ему нравится в этом, в том, что мы приносим. Но жертву, когда приносят жертву, это человек имеет то, что он ценит, то, что он мог бы сам съесть и насладиться, вот, и удовлетворить там или свой голод, или свою прихоть, вкусной еде, или это хлеб, который с маслом, и все это очень вкусно, и все это очень хорошо, и вот он это все должен принести, иногда сжечь, иногда что-то он делится, или ему часть достается, или те, кто с ним участвует в этом жертвоприношении и достается, вот. И, значит, что за этим всем стоит? Значит, вот у меня такая, как бы, концепция, которую я пытаюсь объяснить. Значит, если мы пытаемся разобраться, дорешить с самого начала, собственно, какого цель Всевышнего, да, такой вот философский вопрос, что он хочет, собственно говоря. Ответ очень простой, на самом деле. Если я скажу, что он хочет просто быть, да, то, что в философии называется бытие, то есть это очень сложное понятие, мы не можем до него подняться, потому что у нас что-то есть, чего-то нет, что-то вот у нас в пространстве мы убираем с одного места на другое, и нам кажется, что вот это пустота, а там на самом деле не пустота. Что значит быть? Мы, человек, в принципе, не может подняться до этого понятия, вот он может только, если он, значит, как говорят некоторые философы, вот те, кто занимается искусством и мифологией, то есть если он дойдет до какого-то особенного синтеза, до особого состояния какого-то, да, там у кого-то это там по одному, у кого-то по другому, там у йогов, там или еще у кого-то, да, то есть он сможет, у него может быть какое-то прозрение, то есть он увидит, как бы он почувствует вот этот мир, как некое целое, это очень сложная вещь, конечно, простому человеку этого, значит, тоже и не понять и трудно, трудно даже сказать об этом говорить вообще, вот, но после этого следующее понятие, которое идет, значит, чтобы быть, оказывается, необходимо поддерживать жизнь как некий какой-то прогресс, да, чтобы было сначала неживая материя, хаос, который был, потом живая, то есть все то, что происходит в Бариши, да, создаются все, естественно, определенная иерархия этой материи, скажем так, грубо, вот, пока она не доходит до человека и до разума, и вот это все необходимо даже для того, чтобы вообще и неживые элементы мира существовали, все как бы взаимосвязано, эта ступенчатность, она, она необходима, на нашем уровне, мы как люди должны как бы вписаться в эту систему, в эту иерархию и поддерживать вот эту идею Всевышнего, поддерживать эту жизнь, это значит, и с одной стороны это как бы жизнь создана между небом и землей, то есть и туда, и сюда, как бы, вот мы должны как-то в это все вписаться, да, вот, ну, значит, если мы приближаемся к жертвоприношениям, то, значит, вот как раз нарушение этой иерархии, то есть, когда человек что-то делает, не то, что ему предназначено, не то, что, а я сейчас скажу, что, как он должен это понимать, да, тогда происходят большие проблемы, тогда, значит, значит, грех, то, что называется, да, вот когда первые приносили жертву Каин и Авель, значит, в чем у них была как бы в этом смысле разница, да, что Авель, он был человек как бы наивный, простой, и вот что ему казалось нужным сделать, он это сделал, значит, он принес из лучших своих овес там, вот, и это как бы было все ясно и просто, он видел этих овес, он видел, как они рожают, он видел эти чудеса, которые творит Всевышний, а Каин, у него несколько другая была задача, вот он выращивал этот хлеб, это большой труд, и потом его надо было обработать, потом его надо было спечь и так далее, и так далее, и он, у него была определенная гордость, здесь у нас сталкивается, как бы, с одной стороны некая наивность, близкая даже к животным в каком-то смысле, а с другой стороны гордость, которая претендует на предположение Всевышнего, нарушение вот этой иерархии, и поэтому Всевышний сразу ставит условия Каину, или ты сумеешь свой эгоизм и свои претензии, кстати, эти претензии на то, чтобы подняться до Всевышнего, подняться в этой иерархии на самый высокий уровень, они начались еще раньше, еще даже в Ганеден, когда сначала змей соблазнил Хаву, а потом она соблазнила все, змей что сказал? Он сказал, будьте такие, как Всевышний, не умрете, смертью не умрете, а будете такие. Вот это нарушение этого порядка, оно чревато. Теперь мы переходим к тому, что сам человек, в каком положении он находится, когда он между небом и землей, то есть где он в этой иерархии, как ему, что он может сделать здесь. Если я скажу, что жизнь это некое понятие самоутверждения, здесь Каин и Авель, они каждый хотел быть в глазах Всевышнего лучшим, хорошим. Я называю это, допустим, самоутверждением. То есть он хотел выделиться, он хотел быть, это и есть быть, собственно, для человека это понятие быть я, выделиться. На фоне некого небытия, то есть смерть как регресс, но в целом здесь для Всевышнего смерть отдельного человека и жизни в целом они друг другу как бы не мешают, потому что когда кто-то уходит, мы видим в Торе так-то и происходит, и Машея умирает, и Арон умирает, приобщается, так сказать, и Авраам, и все, это не некая такое тяжелая воспринимаемая ситуация, то есть они приобщаются к народу, вот в чем тут дело, да, поэтому это не такая смерть, когда он уходит просто так вот, умирает, как некий индивидуум, а это все вклад в жизнь, это поддержание жизни, которое хочет Всевышний, и вот здесь, значит, мы приближаемся к, значит, уже непосредственно, что делает эти жертвоприношения, да, что, с чего хочет Всевышний, значит, с одной стороны, на вершине иерархиках сказал Всевышний, и он говорит, я, я Бог, я есть Бог, и нет другого, кроме меня, и мы знаем, такие фразы очень часто повторяются, он себя утверждает однозначно и абсолютно, и это есть некий абсолют, который мы должны признать и принять, потому что иначе наши претензии, наша горлость, они чреваты большими проблемами, с другой стороны, у человека своя сфера, как бы, самоутверждение, то есть, с одной стороны, он утверждается чисто физически, то есть, он должен быть здоров, могут угрожать какие-то проблемы, какие-то, значит, значит, случаи, вот, нехорошие, да, которые опасны для жизни, это он должен себя сохранить, как бы, физически, с другой стороны, он находится среди людей, то есть, он должен как-то найти свое положение, социальное какое-то самоутверждение такое, где он будет на своем месте, где он не будет занимать чужое какое-то место, не будет слишком далеко, так сказать, лезть, а также не будет унижен, вот, и это, и то, и другое очень важно здесь, вот, это одно из центральных вообще сфер, центральных сфер самоутверждения, вот, а с другой стороны, человек, чувствуя в себе вот эти, эту божественную силу, возможность приблизиться к Всевышнему, вот, это, можно сказать, сфера божественности, когда его отмечает сам Всевышний, когда его избирает сам Всевышний, дает ему либо какие-то таланты, либо какие-то способности, вот, либо как Матлев, как Бицелелю, вот, и в этом положении человек должен как-то уметь это все уравновесить, если я скажу, что, значит, у нас есть какие-то, с одной стороны, божественные, то есть, животные инстинкты, да, вот человек, он как животный, он хочет удовлетвориться своей потребности, он хочет, чтобы ему было приятно, ему было хорошо, ему не хочется, может быть, работать, ему хочется наслаждаться и так далее, вот, и он может использовать этот разум для того, чтобы усугубить это еще больше, да, так как животное не может, животное, оно запрограммировано, оно делает то, что ему положено, здесь нет каких-то проблем, а вот человека есть проблемы, а с другой стороны, человек может залазить куда-то слишком наверх, гордиться, да, это вот как у Достоевского, там, если это сатанинство некое, да, когда он хочет слишком далеко залезть, слишком высоко взлететь и как бы, или заменить даже Всевышнего, или сказать, как у Ницше, сверхчеловек, или там, я не буду все примеры сейчас приводить, вот это вот положение равновесия между землей и небом, жертвенник находится между землей и небом, я напомню, он делает связь земли и неба, да, вот этот дым отжигания животных поднимается вверх, а зола, наоборот, уносится из жертвенника вниз, она идет в землю, да, вот это вот, на этой линейке человек должен как бы работать, да, то есть, это работа храма, который его, извините, у меня тут кот мяукает, не слышно, там не мешает, кот не мешает? Нет, все нормально, потому что он тут просится выйти. Все нормально. да, вот, и вот как, в конце концов, как это происходит, ну, например, самый главный день, самое главное жертвоприношение в емкий упор, мы знаем, что это два козла, два козла, значит, один из которых приносится на жертвенник по жребию, а другой сбрасывается вниз со скалы, а это как бы определенные силы, они имеют определенный смысл, я сейчас не буду об этом говорить, вот, какой-то, значит, тот, кто сбрасывается, козел, который сбрасывается, что это за, иногда эти сатанинские всякие такие и животные вещи, они очень, как бы, близки, очень похожи, не всегда, даже можно различить одно от другого, вот, потому что, например, человек может сказать, что вот я грешен, я никогда не смогу, меня Всевышний никогда не простит, и зачем я буду делать какие-то усилия, вот, это то, что называется сатан, это его, как бы, подстрекает какие-то его силы, вот, слабости, да, с одной стороны он хочет наслаждаться, с другой стороны хочет подняться, и он не может ни того, ни другого, и это его смущает. Вот, я думаю, что этот козел, который сбрасывается, он есть в приношении Азазелю, Азазель, это есть вот этот вот сатан, который его смущает в этом, в этом смысле он как бы и в том и в другом положении, но, Но с другой стороны, он, конечно, стремится, гордость, я тут посчитаю потом несколько, значит, я сначала скажу эту всю теоретическую часть, а потом приведу примеры какие-то из текста. И таким образом получается следующая ситуация, значит, мы потом знаем, что в молитвах, когда кто читает молитвы, знает, перед самым чтением Шманаесри, там говорится о том, что вот он поднимает падшего и возносит упавшего, да, то есть, и унижает гордого, да, то есть Всевышний это все делает, и человек, когда читает молитву, поскольку молитва тоже близка к жертвоприношению, это и есть вот этот вот один из способов, да, то, что он заменяет жертвоприношение фактически, это тоже человек ставит как бы себя на место, он должен быть миньян, во-первых, это некая социальная среда, какое-то приобщение должно быть к этой среде, вот где он себя чувствует, он находит свое место, и это очень важно, это не то, что он сидит дома там или где-то в самом улице у какого-то дерева и чего-то там просит. Значит, ну давайте я, чтобы как-то разрядить, я прочитаю какие-то конкретные вещи, ну вот, например, если мы возьмем Ишиягу в авторе главе Ваикра, что он говорит здесь, вот, так сказал Бог царь Израиля, избавитель его, Бог воинств, я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога Всесильного, если кто-то, как я, возгласит это и расскажет это, и объяснит, здесь он призывает к человеку, чтобы человек смог, как вы, это объясните и другим. Объясните-то мне, как создал я народ вечный и чудеса, которые будут, пусть расскажет им, не бойтесь и не страшитесь, ведь издавна известил я тебе и сказал, вы свидетели мои, что нет Бога Всесильного, кроме меня. Значит, мы видим, что этот Всевышний, он самоутверждается, и его самоутверждение не просто какое-то абстрактное, оно непосредственно связано с его народом, это все эти ступени, они очень тесно друг с другом связаны. Значит, вот другое, значит, если мы говорим о жертве Алла, да, что мы здесь видим, значит, я сказал, что есть эти животные инстинкты, и их надо как бы прижать, да, или как это сказать, ну, подавить в себе ради высших божественных инстинктов. И вот это, в принципе, то, что происходит на жертвеннике. Это то, что, значит, тот, кто более просто понимает, он, значит, просто от страха, да, он, говорят, что вот ты должен был быть на этом жертвеннике, а вот вместо тебя мы приносим животное. Это такое простое объяснение, вот для того, чтобы человек, так сказать, как-то проникся хотя бы эмоционально, и у него было произошло это очищение. А вот когда произносится, что здесь говорится, Алла, да, то есть когда животное сжигается полностью в совершении, которое имеет ту же форму, что и слово Алла, Арухахэм, а это то, что приходит на ум. Да, то есть здесь как бы с этим связан закон о том, что жертву всесожжения следовало резать к северу жертвенника, так как слово цафон содержит в себе намек на скрытие цафон, помыслы сердца, да. То есть когда мы приносим это жертвоприношение, это есть признание, признание Всевышнего. То есть наши помыслы, наши мысли, которые могут нас привести к какой-то гордости, здесь мы их должны сразу же, так сказать, поставить на место, да, полностью эту жертву предназначить Всевышнему. А взамен этого, значит, когда человек, вот здесь молясь, человек размышляет о единстве Всевышнего, его сердце воспламеняется любовью к Творцу и трепет перед ним. То есть здесь эти все моменты, это и зора, они как бы участвуют вместе, да. То есть то, что я сказал, регулируется эта иерархия между животным началом и божественным началом. Вот теперь то, что я хотел сказать о золе, то, что я сказал, что это зола, это некая неживая материя, да, она имеет тоже определенное значение, да. И вот здесь сказано следующее. Постепенно человек может совершенно изменить природу качества и души, так, чтобы его служение к Богу не было примеси эгоизма. Он должен исполнить заповеди не ради себя, но ради Творца. Об этом сказано. Снимет он эти одежды, природные свойства человеческой души, и облачится в одежде другие качества, которые заново формирует себе человек, служа Всевышнему, и вынесет золу чистое место. Ну, вот здесь вот такое объяснение, да, почему меняются одежды, несколько иное, да. Вот. Как-то говоря, здесь в каждом случае это очень, конечно, все много написано, и чтобы разобрать каждый этот случай, как он регулирует вот эти вот это, то, что я называю, эту прагматику, да, то есть как он ставит человека на место, это, значит, большая работа, я сейчас говорю только об самой идее, да. И вот, что значит такое томит, в чем тут очень важная вещь томит. Не только потому, что это непрерывно, само по себе, да, или что есть, допустим, перерыв между одной жертвой и другой, который отмечает начало дня и конец дня, а томит заключается в том, то есть должен гореть все время огонь и не вот, это должен гореть все время в человеке вот этот огонь, да, то есть это природа вот этого, значит, понимаете, это какая-то динамика такая, да, человек как бы в взвешенном таком состоянии находится, и как он только прекратил, вот все равно, что у самолета отключить мотор, он сразу упадет, так и это. То есть он постоянно должен быть как бы на чеку и постоянно, то есть фактически непрерывно, непрерывно, то есть непрерывно, он, почему у нас так много заповедей, потому что каждый из этих заповедей, это есть тоже томит, это есть поставить перед собой всегда Всевышнего, этот человек должен постоянно работать, да, тоже относится к уничтожению Амалека, сомнения в том, что он делает, хорошо ли он делает или плохо он делает, есть ли среди нас Всевышний, нет среди нас Всевышнего. Это очень, конечно, тяжелая работа, не случайно это все не получается так скользко и гладко и быстро, чтобы это все человек смог, вот, это все, значит, обустроить, вот. И заключение я приведу, ну, тут еще нужно говорить о минхе, как ее делается, да, по минной, то есть о очистительных жертвах, да, то есть когда человек должен себя очистить, или коин, который приносит эти жертвоприношения, вот. Я сразу перейду к, значит, к некоторым из, значит, из авторот, потому что автора, она нам показывает фактически, то есть тора – это как бы теория, да, то есть там сказано все, как нужно делать все, а вот во авторот мы видим, как реально, что получается из этого всего, насколько сложно это все, насколько, значит, трудно человеку принести в жертву свое это животное начало, насколько трудно ему удержаться от того, чтобы возгордиться и не сказать, что вот я все знаю, и вот как фараон сказал, который я сам себя создал. Так сказал Бог воин, сильный Бог Израиля, заберите жертву всесожжения вашей вместе с прочими жертвами и сами ешьте мясо, ибо не говорил я отцам вашим и не давал им повеления в день, когда вывел их из страны египетской о жертвах всесожжения и о прочих жертвах. Но вот что повелел я им, сказав, слушайтесь меня и буду вам я Богом, а вы будете мне народом, идите дорогой, которой я повелю вам идти для блага вашего, но они не повиновались и так далее, не послушались, мы знаем, чем это все кончалось. И это на протяжении всей истории, это очень сложная проблема, потому что эта формальность, вот эта жертва, она очень громоздка, она людей как бы с одной стороны, кто-то их понимает, если он учит Тору все как следует, а кто не понимает, для этого это просто как бы некий такой вот, ну в лучшем случае это некий катарсис, когда он очищается при виде вот этих всех жертв, ну а этого, как видно, недостаточно, то есть человек должен действительно учить Тору так, чтобы понимать эти все вещи. И вот еще одно такое, пусть не гордится мудрец мудростью своей, не гордится сильной силой своей, не гордится богач богатством с ним, но тот, кто гордится, пусть гордится тем лишь, что он постигает, познает меня, ибо я, бог творящий милость, правосудие и справедливость на земле, ибо именно это мне угодно, слово Бога. Значит, мы видим, что вся эта система жертвоприношения и при всей ее важности, она все-таки при всем при том является определенным символом, не случайно ее можно заменить и молитвами, и учением Торы. Особенно в наше время человек уже, может быть, не столько он выращивает животных или занят чем-то тем, что он отдает, а может быть, он деньги в лучшем случае отдает, но здесь это работа души. Фактически человек на жертву, он приносит не просто жертву, не это интересно Всевышнему, а ему интересно, чтобы он принес свою покорность, свою любовь Всевышнему и свое, значит, сдерживание от этих животных, всяких инстинктов, от того, чтобы быть на своем месте, то есть быть фактически человеком. Вот для этого жертвы и существуют. Ну все, я на этом я... Значит, я хочу сказать только, что все это, значит, то, что я называю это словом, вся эта сложность этих жертвоприношений, она имеет определенное значение, я ее называю, как бы там есть очень много элементов, которые можно называть просто психотехникой, да, которые призваны просто в конце концов воздействовать на человека, чтобы изменить ситуацию. Это как... Человек не может узнать в жизни того, что он видит в театре, допустим, да, или на выставке. Это некая постановка для того, чтобы человек попал на свое место и умел удерживаться в нем, и, соответственно, продвигаться, если нужно, или вверх, или, наоборот, отказаться от своих животных в начале. Это очень сложная задача. Вот. Очень сложная задача. Вот. Человек... Это и есть вот то, что он человек приносит на жертвник, то, что он должен приносить фактически. Ну вот я, наверное, закончу. Окей. Было очень интересно. Я думаю, что мы... Вот два предыдущих докладчика, и то, что сейчас я буду говорить, думаю, что мы занимаемся очень схожими вещами, а именно мы пытаемся как-то понять для себя и объяснить другим то, что совершенно непонятно, совершенно непонятно как бы нам, да, вообще. И есть жертвы приношений, настолько далека от нашей повседневной жизни, в общем, прочувствовать, понять практически невозможно. Поэтому все время парафразы, которые Эмиль делал, вот, понять, попытка понять это как-то психологически, как душевный настрой. Доктор Ленинс про это говорил. Вот мне лично это как бы очень близко, по-моему, на мой взгляд, вообще как-то единственный способ каким-то образом как бы понять, что происходило и как-то пролонгировать, что мы подразумеваем, когда мы говорим о том, что жертвы приношения будут возоблены все. То есть, Ле Авгель, конечно, Арфей Авдалот, чтобы не сравнивать вообще совершенно так, чудовищно. Понятно, что вся история жертвы приношения, это не скотобойня, грубо говоря, которая работает там 24 часа в сутки. Тогда вообще не о чем говорить. Окей. Кто-то что-то хочет спросить, Эмиля? Ну, хорошо, народ у нас сегодня как бы молчит. Ну, слава Богу, что мы не молчим все-таки. Так, мы будем продвигаться дальше, хорошо? Да? Я никого не перебил. Окей. У меня есть несколько моментов, которых я хотел остановиться. Они были частично затронуты предыдущими докладчиками, вот. И, ну, может быть, немножко по-другому. Я тоже хотел бы на них остановиться. Первое – это то, про что говорил Эмиль в рамках как бы общего, как я понимаю, психологического понимания ритуала жертвоприношения, скажем так, «Идея о двух постоянных жертвах», которая называется «Тамит». «Тамит» – это «Всегда», «Всегда» постоянный. Ну, так вот, наш недельный раздел «ЦАП», он, его открывает «Пасук», который звучит так – «Пасукин». и будет возжигать на ней «Коэн» дрова, да, «Бабокер-бабокер». Такое повторение, оно тоже стандартное. По-русски это не очень звучит «утро-утро». Да, на иврите – это, я думаю, даже более сильное, чем просто стандартное, например, то, что перевелось бы по-русски, «каждое утро». «Бокер-бокер» – это означает четко каждое утро. Это больше, чем каждое утро. Это означает, что это ежедневно повторяемый ритуал, событие, происходящее мероприятие, да. Сказано, и он, значит, разложит на ней «Ола» и будет воскурять на ней, по-моему, это «тук» называется по-русски, «шламим». «Шламим» – это «доброохотные пожертвования», правильно, от слова «шалом». Окей? Значит, я коснусь только несколько моментов, не повторяя полностью то, о чем пишет здесь Крафханан, парад. Он приводит рассуждение в Талмуде, с которым, в общем, доказывается, следует о том, что только после того, как была принесена утренняя жертва тамид, которая была, в отличие от шламим, доброохотных, да, она вся принадлежала только Всевышнему, да, то есть всесожжение. только после этого воскурялись вот это то, что по-русски называется «тук шламим» и «доброохотных жертвенем», и мясо которых уже как бы распределялось между тем, кто приносил, Исраэль, все время, да, и между кланяем. так вот, и тут интересный такой момент, доказывается, тоже, приводя соответствующее рассуждение или дискуссии между мудрецами в Талмуде, что та же самая операция, она была вечером, то есть два тамида, один тамид, это утром, а другой тамид, это вечером, и тут как бы логика, это то, про что говорил Эмиль, я это тоже как бы подчеркиваю, это подчеркивает Ханан Парад, что мы видим, что в течение дня есть много самых разных жертвоприношений, но начальная точка и конечная точка, они одинаковые, называется интересно, называется тамид, тамид означает постоянный, и мы видим, что вот эти две точки, они начинают и завершают вот этот круговорот дня, который весь связан с жертвоприношением, дальше, еще один важный момент, который тоже продолжает эту идею, о том, что правой приводится рассуждение Талмуде, с которого есть такое следствие Галахическое, которое звучит так, тадир, вышейно тадир, тадир, кодем, То есть тадир – тот, который постоянный. Шейно тадир – тот, который непостоянный. В случае, когда есть что-то постоянное и что-то непостоянное – тадир кодем. Постоянный – он предшествует по своей важности в иерархии. Получается такая штука, что, как мы сказали, в течение дня есть в различные времена и в различных статусах положениях приносят разные жертвы. Но сверху всего этого есть две закрепленные точки – томит-бабокер и томит-байер. То есть утренний томит и вечерний томит. И без них невозможно другие жертвоприношения. То есть они, из-за того, что они постоянные, их статус, их важность – она над всеми остальными. И, смотрите, из этого… Я думаю, что я продолжаю мысль как бы Эмиля. Но заключается в том, что, например, есть жертва, которая называется доброохотная. Шламин. А вот доброохотная означает, что человек может принести, может не принести. Ну и там жертва, которая себя исповелась, из-за честного прегрешения. Но получается, что вот эти две жертвы томит, они являются не только обязательными, но они являются обязательным условием для существования всего другого. И как бы пересчитывая на психологию, можно сказать, что… Ну можно пролонгировать, как бы сделать такое резюме, что в жизни человека у него может быть как бы много направлений свободных, волюнтарных. Он хочет сделать А, он хочет сделать Б. То есть у него есть много устремлений, да? Вот и эти устремления все положительные. Но эти устремления, они не могут существовать, если нет системы постоянства. Вот это некоторая такая вещь, может быть, она тревиально, но тем не менее. Например, зачастую, как бы слышно, я слышал, как бы я себе задавал этот вопрос, многие из нас задают себе вопрос. Зачем надо молиться три раза в день? Как бы зачем вообще нужны обязательства какие-то? Зачем то, что связано с работой души, требует вообще какое-то то, что называется мисс Герретт, требует какой-то формальной рамки? У человека душа говорит, ну пришло, как бы, пришло время, пришло чувство. Ну так он делает что-то. Нет, он должен специально, вот введенное время, эти времена закреплено, он должен встать, он прочитать. Более того, как бы, ну с их молитвой, это то, что я сейчас сравниваю, да? Он как бы закрепленный, там есть очень небольшие места для собственных вариаций дополнений. Ну, в принципе, такая некоторая обязаловка. И мне кажется, что вот из этого жертвоприношения тамид, это как раз мы можем выучить, что без таких закрепленных обязательных точек очень трудно осуществить, а в пересчете на жертвоприношение вообще нельзя было осуществлять, вещи, которые доброходные, которые человек как бы по велению сердца делает. И дальше заканчивает, вот Ханан Парад, этот параграф тоже интересно, как бы еще больше акцентируя вот это положение, что вот это вот ощущение о важности и архе постоянного. Мы ее особенно еще видим в Седаре, называется Седар Авода, а именно порядок жертвоприношения, который читает Ёмки-Пур. Ну, как бы понятно, что Ёмки-Пур – это вообще самый выделенный день, можно так сказать, Росшана, Ёмки-Пур. Ёмки-Пур – самый выделенный день, День Небесного Суда и так дальше. Вот, выделенный в еврейском календаре. Вот Седар Авода, который читают в службе Ёмки-Пура, он описывает то, что делалось служба, которая была в храме, когда он как бы существовал. И там есть много самых разных жертвоприношений, которые исключительны только для этого дня. Например, есть бык, корова, который приносит Эйку-Эн-Гаду. Есть два козла, да, и воскуряют специальное благоволение. Благовоние с лиха, да. Но при всем этом, все это служение начинает и заканчивает опять жертвоприношение Томит. Постоянно. И это нас учит тому, что даже в такой сложный, ответственный и уникальный день нельзя аннулировать то, что является постоянным для каждого дня. И так как это называется Тмидим Кэссадрам. Тмидим Кэссадрам – это означает, что Тмидим – постоянные жертвы, они приносятся как обычно. Вот я этот как бы кусок, то, что я хотел сказать, я на этом остановлюсь. Мне кажется, это тоже очень интересный момент, с которого можно выучить вообще и на каждодневную жизнь, и вообще как бы действительно попытаться больше понять смысл жертвоприношения. Окей. Теперь еще один момент, на который я хотел остановиться. Он такой. Ханан Парад останавливается на таком интересном, скажем, техническом моменте о том, что каким образом можно объяснить отсутствие возлияния называется Несахин. В.М.Н.Хот, то есть это мучные жертвоприношения. Вот в нашем разделе, который связан с жертвоприношением. Я пропущу сейчас, за недостатком времени, как бы приводятся цитаты, приводится обсуждение в Талмуде, но общая идея такая, что действительно в нашей Пароше отсутствует Несах возлияния и отсуток меноход в хлебное жертвоприношение. Окей. Объяснение довольно простое, но тем не менее интересное. Ханан Парад, он как бы всегда, у него есть какая-то тема, которая связана с главной темой его жизни, земля Израиля. И здесь он подчеркивает ответ, почему? Потому что только в земле Израиля. Потому что к этой теме возвращаются, но уже в книге Бемидбар, да, и там сказано «Китавоуэля арец мишвотехем», когда вы придете в землю вашего проживания, обитания. И из этого, да, вот Раф Ишмаэль в комментарии из Сипри, он говорит, из этого мы учим о том, что обязали Исраэль евреев возлиять вино, да, и приносить мучные подношения только в земле Израиля. И дальше объяснение достаточно простое. Какое? Да, кстати, может быть, кого-то спросить, а почему, когда говорили жертвоприношения в пустыне про возлияние и про мучные приношения ничего не сказано. У кого-то есть предположения? Господа и дамы, предложение? Ну, как бы, идея простая, нет? Из чего делается Несов? Возлияние делается из вина. Вино – это виноградная лоза, правильная. Ну, а где в пустыне виноградная лоза? Ну, ее там просто нет. Ну, а из чего делается мучное жертвоприношение? Делается из тонкой муки. Ну, а мука из чего? Ну, из пшеницы. А где в пустыне пшеница? А ее там нету. Почему? Потому что, как сказано, как сказано в книге, вылетело сейчас из головы, книги Хескеля, по-моему, описывается, что такое Мидбар. А Мидбар – это Эрот Слозруа, да, в которой ничего не растет. А как сказано про землю Израиля, сказано Маком, Зеро, ВТН, ВГФН, Времонт. Это место, где инжир и где Гефин и где виноградная лоза и ремонт. Да? Вот, понятно. И вот таким образом это отбивается. На мой взгляд, тоже как бы интересное, интересное, интересное примечание. И дальше. Вот здесь последнее, что я хотел сказать, мне кажется, интересно, развивая дальше линию Эмиля, о, как бы, попытке понять психологическую основу жертвоприношения. Вот, Дальше Ханан Паратом приводит, мне показалось, очень интересно, каким образом можно провести и сравнить службу в храме с, ну, как бы, вообще с поведенческой линии человека, которая совершенно не связана, как бы, с храмом. Но, тем не менее, сравнивается, а это как храм, а это как работа в храме. И он сначала задает вопрос, Ханан Парат. Во-первых, у него заглавие этого, как бы, параграфа, он такой, шулхан домелам мизбех, а именно, стол, имеется в виду стол, на котором едят все, да, да, он похож или отрисстворяет, мизбех, жертвенник, откуда-то следует. Вообще говоря, странно, какой был особый смысл, что мудрецы занимались вопросами в излиянии, мучных жертвоприношений и вообще жертвоприношений, да, в то время, когда храм был разрушен. Какой в этом смысл? Храм разрушен, жертвоприношений нет. Какой смысл обсуждать, как бы, галактические вопросы, связанные с жертвоприношениями, которые отсутствуют? Но на это приводится, как бы, два обоснования. Но первое обоснование такое, потому что, с одной стороны, как бы, как бы, пробуждать и всячески активировать, способствовать обсуждению законов, связанных с жертвоприношениями, вообще, с храмовой работой. Почему? Потому что мы с теми живем, называется БЦПИЯ. БЦПИЯ – это в ожидании. Да? Вот у нас тут малая думин, ну и вообще в Израиле, ну просто малая думин, как бы, такая высота. Вот у нас есть несколько мест, которые называется МИЦПЕ. МИЦПЕ – это от слова ЦОФЕ – смотреть. Да? Вот гороскопус такая известна, где еврейский университет находится. Она называется Арцуфием. Почему? Потому что отличный вид. Можно лицпот смотреть. А вот мы живем в ожидании БЦПИЯ. БЦПИЯ – это в ожидании. В ожидании, когда храм будет восстановлен и когда возобновятся жертвоприношения. И поэтому очень правильно, даже когда его нет, тем не менее, побуждать людей учить и как бы обсуждать, потому что если бы как бы не учили, то не дай бог забыли. Второй момент еще более важный. Почему? Вот это вот интересная вещь. Пишет, не откажу себе, зачитать на Ивете, пишет, Потому что даже в то время, когда был разрушен или в тот период, когда разрушен Бэтмикдаш, лоб отла не был аннулирован, не был аннулирован тот внутренний смысл, который заключается в храмовой службе. Окей, в чем это видно? А вот, например, видно такую штуку. Во-первых, у Ихэскеля сказано «Зе Шурхан Ашер Лифне Ашем». Вот стол, который перед Всевышним. И из этого это дает как бы возможность сделать такую аналогию, что Шурхан действительно похож на Мизбех, на жертвенник. А потом дальше сказано, а дальше сказано такая штука интересная. Многие из вас, наверное, знают, что в зависимости от количества взрослых евреев, то есть больше 13 лет, 13 плюс, которые одновременно ели за одним столом, да, то благословление трапезы еды, который читается после, да, Берхат Амазон, вот, его нусах, его формулировка, она изменяется. то есть, когда человек один, он читает одно. А вот, например, когда трое читают, да, можно делать что-то на специальную вещь, которая называется зимун, которая называется приглашение. шло, шло, шах, шах, шуха, хат, во, амру, алав, геврей, тура, трое, которые ели вместе, и в процессе еды сказали какой-то двар, тура, что-то, связанное с изучением торы, киилу, ахломи, шурхано, шельмаком, баруху, это как будто они ели от стола Всевышнего, то есть, от его жертвенника. Интересно, да? Теперь дальше. Более того, сказано, раф биркия сказал, тот, кто хочет возлить вино на жертвенник, или как будто возлить вино на жертвенник, то пускай напоить вином, дословно сказано, по-служски звучит немножко грубо, горла мудрецов, то есть, тот, который дает вино мудрецам, он как будто возливает вино на жертвенник, да? Более того, сказано, продолжая ту же самую мысль, да? Сказано, вот, Рамхаль, да, Рамхайм Луцата, в своем пояснении к объяснению медотах душа, таких святых, праведных форм поведения, то, что находится в конце книги Масилат Ешарим «Пути праведных». Он пишет такую интересную вещь. Окей. Пишет, что ту еду и то вино, которое ест и пьет праведный человек, Талмид Хахам, это не просто как бы подкрепление. В этом есть гораздо больше смысл. Такое впечатление. Это как будто, как будто приносится жертва на на жертвенник. Да? И это то, что сказали Хазаль. Что сказали Хазаль? Коль мы виду рон, каждый приносящий подарок, подношение Талмид Хахаму, как будто он принес Бекурим, как будто он привез первенки. Знаете, в праздник шивот приносит Бекурим и так дальше. Вот это вот интересное сравнение. Да? То есть, как бы мы из этого видим, из этого видим, что несмотря на то, что многие вещи, которые происходили в храме, связаны с жертвоприношениями, нам, современным людям, скажем так, очень трудно, мне во всяком случае, очень трудно это понять, прочувствовать, но во всяком случае вот такие как бы поведенческие элементы, которые можно оттуда выучить, нравственные элементы, которые оттуда можно выучить, они очень близки и понятны. И они как бы действительно оставляют, во всяком случае, дают надежду на то, что можно понять, приблизиться и восстановить храм. Окей? Значит, последнее, то, что я хотел сказать, это такую штуку. Он заканчивает всю эту статью про недельный раздел ЦАВ, жертвоприношения. Сказано, «Бесимха на нацех, в радости мы победим». Как с этим радость связана? Радость связана таким образом. Опять, из службы Куэн-Гадоля известно, что он выливал вот этот Несах в изливание, и только после этого Левиим начинали Широем. Каждый день Левиим пели, да, пели специальные как бы песню в этой Широтоем. Сегодня это говорят в молитве, соответственно, после молитвы, соответственно, каждому дню недели. И из этого следует, видно, что Ширшироем, вот эта каждодневная песня, она произносилась только во время возлияния. Возлияние на вот этот карван, по которому мы говорили, тамид, постоянный. И что из этого выучится, такая фраза мощная, да, это фраза, кстати, из книги Шофтим, можете посмотреть, 9 глава, 13 стих. А сказано, сказано такая штука, но виноградная лоза сказала им, разве оставлю я сок мой, который веселит Всевышнего и людей? И из этого следует человек точно так же, как левиты не поет песню или как бы да, да, ну не поет песню, песню Всевышнему, скажем, эла-митох-симха, ай, из своей радости. И вот так как бы нас соединяются вместе. Мы сегодня, мне кажется, разобрали вот несколько моментов, да, которые дают нам возможность как бы лучше понять или, Вася, хоть немного понять, каким образом мы можем прочувствовать вот этот ритуал жертвоприношений, который происходил в храме. Ну вот это как бы то, что я хотел сказать. Окей? У кого-то есть какие-то мысли, замечания? Давайте я добавлю вот к тому, что вообще есть такие жертвы, когда часть из них поедается, да, то есть часть возносится какие-то определенные, а часть поедается тем, кто приносит жертвоприношения. Здесь, конечно, тоже есть очень такое воздействие, очень специфичное, то есть когда ты знаешь, что это здесь свято, что это святые жертвы и все, и ты от них ешь какую-то часть, значит, идея того, что ту энергию, ту силу, то питание, которое ты получаешь от этого, оно тебя обязывает к чему-то очень серьезному и возвышенному, ты не можешь совершить какой-то проступок или использовать эту энергию для каких-то плохих вещей, вот, вот, и поэтому это то же самое и когда стол как жертвы не да, то есть то, что мы едим, если мы это освещаем, делаем кедуш и все, то это не то, что мы поели в ресторане там что-нибудь такое вот и потом гуляем, это то, что обязывает человека как-то относиться по-другому к этому, вот, насчет вина, я не знаю, конечно, как это решается, но там крайне мере на одной из остановок у них было 70 фиников пальм, может, они из фиников могли сделать какое-то вино. Ну, ты видишь, в книге Ваекра, вот, то, что мы сегодня читали про ЦАФ, там ничего не говорится про это, поэтому это связано. Там как бы даются указания на будущее придут в землю Израиля, что надо делать, а вот как с вами с Книей, это мы же не знаем, как они справлялись с этим делать. Ну, вообще, мне кажется, вот, то учение, которое мы сегодня делали, мне лично кажется, оно очень важное. Почему? Потому что, ну, я уже, я каждый раз как бы говорю и вообще же притчево-языцы люди считают, что я такой вот ненавистник жертвоприношения и все прочее. Я сам довольно случайно меня попросили как бы фотографировать я присутствовал, при том, что, по-видимому, сегодня либо вчера, вот, это называется такое учебное жертвоприношение. Вот, я там чуть не выпал в осадок, и самое то же блюде, которым там дурно стало. то есть, в общем, я просто про себе скажу, сказать, что я как-то там возликовал и все прочее, это совсем не так. То есть, я после этого как бы был инициатором такого бурного обсуждения вообще, надо это или нет, вот, то есть, все значит, надо, будет ли это или нет, потому что на меня это произошло жуткое впечатление абсолютно, то есть, да, потом там еще в воротах была демонстрация этих самых людей, там, защитников животных, и все, тоже очень интересные дискуссии велист, а вы едите бифштекс, и вам это не мешает, и все. В общем, там много всего было, но сказать, что я как бы для меня это, к сожалению, только отрицательно, то есть, особенно сжигание и все, жуткая совершенно картина физиологическая. Я не мог не фотографировать ничего, со мной была девочка религиозная, которая тоже фотографировала, вот, она, она просто заплакала, вот, у нее там чуть фотоаппарат не упал, вот, я ее стал успокаивать, и не она, то есть, там были люди, которые крепились и всячески там бодрили себя и так, хорохорились, говорили, как здорово, все, вот там, отлично, и все прочее, а были те, которые просто выпадали в осадок, и в общем, я был, я был один среди них, окей, не потому что я такой же дико чувствительный, но так, окей, но теперь возвращаясь к тому, что мы говорили, мне кажется, что вот то, что мы пытаемся как-то понять для себя психологически, сделать какие-то выводы, сказать, нет, это очень важно, мы это можем как-то понять, начинаем, мне вот очень понравилось, я где-то прочитал, сейчас не могу вспомнить такую фразу, вот, сказал человек один, что в наше время люди ищут как бы не столько храм, сколько дорогу к храму, вот это мне очень понравилось, это замечание, мне кажется, вот то, что мы делаем, да, это, кроме того, что мы молимся, и мы ждем, и это 100%, это часть нас и веры, мы ищем дорогу к храму, вот наше, наше сегодняшнее обсуждение, мне кажется, это вот поиски дороги к храму, окей? Это дорога к нам самим, а не на Харабае. Да, наверное, 100%, 100%, смотри, я не отрицаю, Халила, я не отрицаю важность того, что существует специальный музей, который занимается реставрацией храмовой утвари и все, и пятое и десятое, я то хочу сказать, что с точки зрения психологии людей реставрировать невозможно, мы не можем себя реставрировать, правильно, мы не можем взять слепки и что-то такое вот из нас слепить тех людей, которые будут приносить, и, наверное, ну, как бы, я смею предположить, да, может быть, это слишком большая смелость сказать, что, наверное, не просто так то, что сейчас не существует храм. Это не просто так. А в этом есть свой смысл. И этот смысл мы ищем. Когда мы поймем этот смысл, по-видимому, это сильно приблизит, вообще говоря, дорогу к храму, скажем так. Окей? Поэтому те смелые люди, в кавычках, которые говорят, а что там, взять вот эту самую мусульманскую эляксу, взорвать, да и все. Вот это мало того, что это не только неосуществимо, но как бы глупо с точки зрения политической, да, вот, это большой подарок им сделать. Но это ничего не решает. Нам надо самих себя пойдем взорвать, как бы взорвать и взлететь, а все остальное как бы приложится. Окей? Ну, хорошо, мы на этом можем как бы закончить и пожелать друг другу хаксамэх, мы, по-видимому, уже где-то в преддверии, правильно? Песоха, свобода, исхода. Спасибо большое. Очень было интересно. Спасибо. Могу только добавить, что сегодня у подножия храмовой горы проходит пасхальное жертвоприношение Карбан-Песоха. Восемь выдающих серовинов при большом стечении народа режут овечек.